Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в программе «Хлеб на каждый день». Присаживайтесь поудобнее и будьте внимательны над тем, что вы чувствуете, когда вы слушаете, когда вы начинаете анализировать свои ситуации, потому что мы говорим про Давида, но мы говорим про нас. Говоря про Саула, мы говорим про нас. Говоря про филистимлян, мы говорим про духовный мир, который сегодня атакует те зоны, которые оказались без нашего сейчас фокуса и внимания, потому что мы где-то сконцентрировались на другом, и вдруг стало взрываться там, где вроде бы было все спокойно, потому что враг начинает преследовать человека в его слабых звеньях, а слабыми считается то, где фокус потерян, где сейчас, в общем-то, ты на нем не сконцентрирован. Поэтому тогда, когда Кииль, как город, оказался под атакой филистимлян, то вот 23 глава первой книги царств, как раз это та глава, в которой мы с вами двинулись, Давид вопросил Господа, и Господь сказал, иди, я тебе отдам. Ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчения филистимских. Логика включилась у тех, которые рядом с Давидом. Они обиженные, они должники, они убежавшие тоже от Саула, они пришли сейчас под определенный покров Давида, и им не хочется лишнего риска. И в данном случае Давид внутри себя несет природу освободителя, потому что именно таким Бог его формировал. Помните, когда он бегал за львом, медведем, отбирал овец? Вот там он формировался, еще в юности, даже в ранней юности, почти что в отрочестве, в детстве. Там формировался Давид как Божий представитель освобождения, людей освобождать от иго врага. И поэтому у Давида крепость на своем месте. У Давида понимание, что если Господь мне говорит, я пойду делать. Мне очень импонирует такая позиция, потому что на самом деле вокруг нас сегодня так много таких советников, которые говорят, да вы что, да разве нам возможно это сдвинуть? Посмотрите, у нас есть что-то меньшее нерешаемое, а мы тут какие-то глобальные цели ставим. Я сейчас не просто за гигантоманию, я сейчас о Божьей воле говорю. Вот если Бог нам что-то предлагает, то это будет всегда выше и больше наших возможностей. Это надо просто понимать Его характер. Господь не будет нам давать, как знаете, дюймовочкам, что-то очень маленькое и мелкое, что мы и сами можем сделать. Это мы и сами увидим, это мы и сами сделаем на самом деле. Но когда Бог нам что-то предлагает, то Он предлагает масштабное и грандиозное, потому что Он имеет в виду с нами двинуться. И когда тут люди, советники или люди, которые в данном случае должны с Давидом двинуться, чтобы побеждать врага, они не готовы. Но я хочу сказать, если они доверяют Давиду, Давид доверяет Богу, они Давиду, то они пойдут с ним. А когда пойдут, то после этой победы и результата они будут меняться. Вот в этом суть, друзья, не просто поучаствовать в какой-то опять борьбе, а понять, что если Давид так уверен в Боге, а я Ему доверяю, то проверим, посмотрим. И в конечном итоге эти люди сами становятся такими воинами, и мы увидим их через несколько уже глав, как какие сильные стали те, которые раньше были должниками и обиженными, огорченными, по сути, жертвами. Поэтому мы с вами сегодня на той дороге, на которой формируются Божьи герои. Мы сегодня на том пути, где Господь говорит, да, это путь не из легких. Это путь не почивания на лаврах. Это не путь, когда ты царь и, значит, все тебе подчинены. А это путь, когда ты тот, который можешь другим помогать и освобождать. В этом сила царства, в этом сила ответственности. Когда ты берешь на себя то, что, в общем-то, даже мог бы и не брать. Но ты берешь, чтобы помочь другим. И спрашиваешь Господь, а ты пойдешь со мной? Если да, я иду. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты сегодня в нас сформируешь такой взгляд. Взгляд человека, который может удовлетворить запрос неба. Взгляд человека, который может быть открыт для Твоих возможностей больше, чем это было раньше. Помоги нам это делать. И я благодарю Тебя, что мы сегодня здесь для того, чтобы сказать Тебе, твори, твори новое сердце, твори новые мысли, твори новые обстоятельства, твори новые возможности и благослови нас не пропустить ни одну из них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова